Шалом еще раз всем. Мы сегодня больше будем заниматься повторением. Думаю, до текстов тоже. Почитаем тексты, повторим, чтобы закрепить материал, чтобы не идти слишком быстро. Потому что я так подозреваю, что времени сейчас у всех мало. И я вам тоже покажу, каким образом работать с теми роликами, которые я вам дала. Я просто ролики люблю. Можно, конечно, работать и с тем, что написано. Кто более любит написанное, тоже можно просить, приготовить какие-то упражнения. Не как еще до интерактивной доски. Но все равно зрительный материал, ролики очень хорошо дают. Не знаю, как для меня. Хорошо, тогда сейчас повторяем. Даю тренажер название месяцев еще раз, чтобы вы запомнили. Потом я в разгрузку вас поспрашиваю. Не просто так. Постарайтесь потом, если что, записи не подсматривать. Попытаемся как бы пойти немножко более интерактивно. Не просто я вам делаю начинку, что-то уже было практическое. Хорошо. Тогда я запускаю месяцев. Видно, да, всем вам? Спасибо. 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 Дали. Спасибо. Спасибо. Б터ec sanction С unpl� Это стол属 года ЮНИ ЮЛИ ОГУСТ СЕПТЕМБЕР ОКТОБЕР НОВЕМБЕР ОЗСИ ВЕСЦЕМБЕР КОНКТОБЕ НЕСЁЛЬЗА ВЕСЦЕМБЕР 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 мэртс април май юний юли ю 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 ОКТОБР НОВЕМБР ДЕЦЕМБР ФЕБРУР СЕПТЕМБР ДЕЦЕМБР МАЙ ОКТОБР НОВЕМБЕР НОВЕМБЕР ЮЛИ ЯНУАР МЕЛЦ ОГУСТ УНИ АПРИЛ ОКТОБР 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 Январь. Мерц. Октобер. Септембер. Новембер. Мерц. Юли. Январь. Април. Децембер. Октобер. Септембер. Юни. Майя. Январь. Девят. Январь. Январь. Горь. Горь. Январь. Горь. Январь Абрил Децембер Октопер Септембер Юни Май Февраль Огуст Видите, как это веселее, с картинками проговаривает и разные формы. Так. А теперь давайте сделаем так. Это вашу дочку Светлана выбила или она вместе с вами? Нет ее. Давайте сделаем так. Такое задание. Теперь вы пишите месяц, который вы любите больше всего и месяц, который вы не любите больше всего из всех 12 месяцев. И месяц, в котором у вас день рождения. Гражданский день рождения. И потом не расскажете. Я вас потом научу говорить, какой месяц любите, какой не любите. И в каком месяце у вас день рождения. Понятно задание? Давайте быстренько пропишите себе прописью. Мне вы потом на камеру покажете, что вы написали это и прочитаете. Давайте так. Сарочка, лучше еврейские названия. Нет. Теперь надо выучить гражданские названия. До еврейских мы тоже доберемся сейчас. Но пока задание вот то, что мы сейчас смотрели. Мы же учим современные евреи. Не только анастические. И вот в данный момент нам сейчас надо выучить. Так что тут учить? Тут же все похоже. Как по английскому. Как по английскому, как в немецком. Это название на идиш. Идиш – это диалект верхнего немецкого языка. Поэтому они тут все похожи. Я учила в школе немецкий, это вообще как на немецком. Я английский учила, это тоже по-английски. Тоже похоже. Почему? Потому что это идиш. А они взяты из идиша. Вот поэтому я вам как объясняла, там две формы марта. Чуть-чуть они отличаются. Потому что в идиши есть два диалекта. Ну не будем вдаваться, мы сейчас не идиш изучаем. Поэтому там может чуть-чуть произношение как бы отличаться. Давайте быстренько, я думаю, там не сложно. И потом мне расскажите. Спасибо. 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 но я не могу вам показать потому что у меня нету камеры я уже написала написали какой любимый месяц я люблю месяц апрель не люблю месяц февруар день рождения месяце септембер септембер отлично кто следующий кто готов да можно Я люблю месяц мэрц, день рождения в февруарь, и не люблю Юли. Хорошо, кто следующий готов? Можно я? Да, 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 прошу. Я в септембре, в мае, потому что я ввел. Пускай будет октобер. Октобер, да, главное, чтобы вы потренировались. Так, Марточка, теперь вы, как там получилось? Я ничего не писала, но я расскажу. Хорошо, расскажите. Если получится. Получится, все получится. Я люблю все месяцы. Родилась в джюлай. Юли, не джюлай. Юли. Юли. Нет, нет, июнь. А, юни. Юни. Юни? Вот, они гам, они гам в июне, да, я тоже в июне, да? Я, януар, она в январе. Нет, я 11-го Сивана. Ну, Сиван, это июнь, да. А, в июне, да? В июне, оказывается, в июне, да? Вы марта в начале или в конце месяца? Я по Григорианскому 12-го июня, а на иврике 11-го Сивана. Ага, ну, вы близнец, да, вы близнец, мы Мазалот мы смотрели, да, я 22-го июня, я рад. У меня тоже близнец очень сильный. Ну, врачи, анатура тоже. Вот такая смесь немножко. А не любви, когда нет в месяцах? Ну, хорошо, да, хорошо. Все месяца любим. У меня в плохой погоде, да? Хорошо. Вот. Так, у меня, например, любимый май, да, родилась юни, а не люблю новембер. Я ноябрь очень сильный. Вот так. Анжелина, а теперь вы, да, слышали задание? Вы там пропали просто, да? Слышали? Нет, не слышала, нет. Мы сейчас только что повторили месяц, не знаю, вы были? Да, да. Были, да? Так, и задание такое, может, пока устно, да, сказать. Ваш любимый месяц, ваш нелюбимый месяц и в каком месяце вы родились, да? По гражданскому, как говорили. Пока религиозно не трогаем. Родилась в июле. 24 июля. Юли. Это будет на этом месяце, да? Так. Такой любимый и нелюбимый месяц. Любимый тоже Юли. Юли. Гам Юли, да. А нелюбимый Фебруа. Фебруа. Гам – это тоже, да? Мы, конечно, слышали. Да. И смотрите, да? Например, как я задаю вопрос. Вот. Любить что-либо – это Охэв, да? Охэв – Ахава – Любит. Охава. Да? И потом я напишу это всё. Охэв – Ахава, да? Мужчина, если любит Охэв. Женщина – Охэвет. Женская форма, да? Вот. И, например, они Охэвет. Да? Я люблю. Либо они… Лё Охэвет. Я не люблю. Да? И просто… Они… Лё Охэвет. Новый. Вер. Они Охэвет. Ман. Да? Так. И вопрос, да? Эйзэ ходыш, да? Эйзэ – как вы? Ходыш месяц, да? А та Охэп, если я обращаюсь к мужчине, да? Если я обращаюсь к женщине, эйзэ ходыш ад Охэвет. Да? Немножко по-другому. Это понятно, как это звучит? Запоминается? Да. Или сложновато? Ну, тут, видите, тут есть логика определенная, да? Давайте вы сейчас пока быстренько русскими буквами, да? Насколько это запишите? Эйзэ ходыш ад Охэвет? Да, если вы задаете вопросы женщине, да? Если задаете вопрос мужчине Ата Охэв, да? Ата – это ты, мужчина. Ат – это ты, женщина. И, соответственно, в зависимости от того, кто мы, да, мы отвечаем либо они Охэв, если мужчина, да? Либо они Охэвы, да? Да, если женщина. И называете просто месяц, и всяких заморочек. Так это работает, да? Йохэвет – это тоже имя, да? Нет, это Йохэвет. Это Йохэвет. Это немножко другой корень, да? Это Охэвет. Чуть-чуть, там другой корень чуть-чуть. Они Охэвет – априль. 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 Вы врите на последний слух. Анило Охэвет – фебруар. Окей. Так, кто ещё попытается? От каждого. Да, на последний слух. Давайте, давайте. Покидается. Они Охэвет – фебруар. Да, я люблю все месяцы, вот Марта уже. А как правильно? Так, я не прослушала. Они Охэвет – холь – фебруар. Хотэшин. Да? Холь. Хотэшин, да? Хотэшин. Они Охэвет – холь – хадэшин. Холь – это всё. спокойно спокойно повторение мать учения нужно 125 раз повторить смотрите чтоб что-то запомнить я самочек возрасте 15 лет я раз читала сейчас у меня уже такого нет вот нужно придумать какую-то яркую ассоциацию это картин чем она будет ярче и парадоксальнее тем лучше нужно придумать с чем ассоциируется либо это слово тут уже как бы фантазия включится и все это помнится либо много раз повторяю к сожалению с возрастом у нас много информации через нас проходит ослабевает у всех так это у всех так это нормально давайте ангелина попробуйте сказать я люблю я не люблю ангелина они ангелин и месяц который любил они ухали юли юли они лохавит я не люблю это не они лохавит фэбруар фэбруар видите все все прекрасно получается ничего сложного в этом так хорошо день рождения ем холедок на этом еще отдельно разберем и поздравления с днем рождения это уже личное место мнения там все это закрепим на следующий раз потихонечку так теперь что я вам сейчас дам сейчас будем разбираться с названиями религиозных откуда они взялись на что и что означают и откуда они взялись то что мы должны были в прошлый раз и был технический сбоку сейчас равен расскажет работаем с этим и дальше пойдем уже числа знаем что в религиозном это немножко по-другому выглядит на это только в религиозных обстоятельствах добрый день сегодня первая тамуза откуда это название тамуза оказывается все названия еврейских месяцев они персидские пришли из персидского языка заимств в торе нет названия вместе есть нумерация первый месяц второй третий четвертый двойная нумерация 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 от тиши то есть от месяца выхода из египта и от месяца выхода и от месяца сотворения мира месяца начало когда был создан первый человек так вот эти заимствованные названия когда они были заимствованы в конце уилонского изгнания во время уилонского изгнания произошло там изменение власти сначала это была власть уилона потом это была власть миди а потом то власть перси когда мы говорим про события курима персидской так вот там мы заимствовали эти названия вместе почему как для чего случайно ли не оказались частью нашего календаря если туда не дала нам название есть некоторые месяцы которые называются есть месяц гуль когда много бульканье воды про хишвана говорится теперь с чем это связано на этот вопрос дает ответ рамбан говорит что эти названия мы взяли в память об избавлении из бавилонского изгнания точно также как название или отчет нумерации месяцев вторе от ниссана месяца избавления из египетского рабства там написано ходы шазе лахэм будет вам первым месяцем почему потому что вы его отсчитываете от него вы будете отсчитывать период вашего избавления то же самое вы выходя из бавилонского изгнания забираете эти названия почему потому что вы избавились от бавилонского изгнания то есть как бы это напоминание о том что мы вышли из бавилона который был на тот момент под властью пирса мы берем эти месяца и помню что мы их заимствовали теперь тем самым помним от избавления окей хорошо но еще один пример в субботу то же самое да мы отчитываем первый день от суббота второй день от суббота а суббота шаббат день основной да мы к нему идем от него отчитываем все здесь тоже мы как бы помним мы считаем время мы вышли избавились избавились от бавилонского изгнания теперь тут очень интересный вопрос само название тамуз на персидском означает название какого-то идола идола представляете это был идол женщины соловьяными соловьяными глазами зажигали внутри нее огонь она начинала олова начинала плавиться она раскалялась вся эта женщина и жрецы утверждали что на протянутые руки просит себе жертвы детей которые сгорали раскаленными такой была такая форма жертвы смысл этого означал в том что готовы отдать все свое будущее ради этого идола как же мы берем это название у нас есть аллаха даже нельзя упоминать название идол как же как же почему мне тогда используют название месяц тамус мы говорим используем что делает если бы был идолок какой-то и был некий поклонник который поклонялся этому идолку кланялся ему конечно же вначале потом он взял и понял что это Авода Зара вот этот идол он никак не помогает он его сам аннулирует пренебрегает он на него плюет ну там уничтожает к нему относится уже в таком случае мы не считаем этот идол тоже предметом культа то есть если до этого он был нам запрещен к использованию к упоминанию и так далее после того когда его аннулировал его же поклонник его же служитель то есть он в его глазах перестал есть какой-либо божественный смысл все все божественные понятны после этого мы тоже к нему перестаем относиться а он обычный предмет мы победили эту культуру вот такой смысл более того в этой культуре больше самой культуры больше нет само название перестала вести вообще какой-либо смысл как упоминание взяли это название но более того даже ему дали другой смысл если поминать местами буквы то аббревиатура будет время чувы время оно приближается и приходит посмотреть мы взяли это название его уже этой культуры и его больше не существует мы помним что мы вышли из этого жуткого изгнания помним уже тысячи лет используем это название имеем в нем другое значение вкадывание в другой смысл другое значение тем самым мы показываем мы взяли этот предмет и сделали его святым для использования служения мы видим что царь давид тоже так делал когда-то как попало какой-то предмет попал ему в руки этим предметом служили какому-то идолова поменял и наоборот сделал из него какой-то предмет служение то есть берется та реальность которая вроде бы была против бога переворачивается все заново меняется как бы та же самая материя можно использовать для заслуживания служебного получается такая вещь нет материи какой-то который это сказать она однозначно против бога или за бога материя нейтральна человек от его выбора зависит для чего будет использована какая-либо материальность что-то в этом мире название предмет материал зависит только от выбора человека это угодно богу это правильно использование этого мира если он начинает это использовать для служения иглу идет на обратном направлении потери нейтральность зависит от нашего выбора основная идея которая мы хотим провести вместе там есть еще одно как бы простое объяснение что это название означает раскаленный месяц раскаленное божество такое да все это весом оно было раскалено также месяц это стало самым жарким году но меня не удовлетворяет то объяснение которое мы сейчас дали мне кажется гораздо более глубокое гораздо более всеобъемлющее большое спасибо так ну вот видим что эти месяцы названия заимствованные да не будем повторять что схема у вас есть презентация кто с чем соответствует есть но также точно также как название гражданских месяцев они занимаются дело из немецкого языка а собственно скажем так еврейских названий пользуемся пользуются чужими словами пользуются чужими названиями которые адаптированы даже и на русском и на украинском тоже можно в принципе можно сказать на украинском есть свои но это как бы уже мы видим лица не мешает никаким процессом не религиозным не светски так это выглядит так хорошо теперь смотрите получается что у нас остается 15 минут сейчас займемся немножко повторим цифры я могла бы немножко еще дольше но я не уверена что там кто-то не стоит на это время потому что зонта общий поэтому я предлагаю сделать мы закончим ровно в час по европейскому времени как мы должны закончить а вот те там 15 минут или 10 если когда пока мы собирались да я вам добавлю на следующее занятие я просто уточню можно ли это сделать чтобы получилось что кто-то зайдет тоже дисциплину надо соблюдать потому что ну зуб общий нет надо тоже как говорится осторожно чтобы никому не мешает хорошо смотрите что мы сейчас как мы поработаем с числами я вам дам снова видео вы потом еще сами это все посмотрите постарайтесь выбрать время и в качестве домашнего задания я каждому из вас дам индивидуальный ряд чисел числами а вы мне это пропишите еврейскими словами презентация есть до подсматривали и вот такое будет задание поработать чисто конкретно ну что прямо сам поработал не поработал забыл не забыл тут уже вы будете передо мной держать держать и потом тоже поговорим в плане дат в плане чисел расскажите кто какого числа родился уже на иврите на вот так вот потихонечку будем за наш разговорный язык совершенствовать ну все сейчас работаем тогда давайте 11 ну думаю от 0 до 10 уже знаем все да давайте от 11 до 20 посмотрим там весь мехут я говорила он они он проще чем от 0 до 10 да но там есть этот мехут который надо запомнить я да и да да и и да не нам Субтитры создавал DimaTorzok 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 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 17 11 13 18 Шмонайсле. Шестесле. Арбайсле. Швайсле. Шמונה עשרה. שתים עשרה. ששעשרה. חמש עשרה. ארבע עשרה. ארבע עשרה. שלוש עשרה. עשרים. עשרים. ששעעעשרה. אחת עשרה. שמונה עשרה. שבע עשרה. שבע עשרה. חמש עשרה. עשרים. עשרים. ארבע עשרה. שלוש עשרה. ששעשרה. תשעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, видите, как работаете с ним? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok